Паша, Кристина, Анита, я так рада видеть вас сегодня на уроке. А вы любите ходить в гости? Да. Давайте сейчас вместе сходим к моей подруге в гости. Она недавно прилетела из далекой страны, там с ней произошло столько всего интересного, она тоже с радостью и с вами поделится своей историей. Намасте. Кемуначо. Ребята, вы знаете, на каком языке я сейчас с вами поздоровалась и что я у вас спросила? Нет. Меня зовут Вика, и недавно я вернулась с миссионерской поездки из Индии. И поздоровала я с вами и спросила, как дела на бенгальском языке. Кемуначо. Хорошо. На этом языке говорят в Индии. А вы бы хотели понимать какой-нибудь другой язык, например, английский или китайский? Да. Я хочу рассказать вам историю, но перед этим давайте угостимся чаем. Я хочу рассказать вам историю, как Бог помог мне быстро выучить английский язык и понимать бенгальский. А бенгальский язык – очень сложный язык. Когда я оканчивала миссионерскую школу, мне предложили поехать в Индию, оказывать медицинскую помощь детям, потому что я медсестра. Я очень испугалась такого предложения, потому что я знала, что в Индии не говорят на русском языке. Я не понимала, как я смогу помочь этим людям, если я не понимаю, что они говорят. Я об этом рассказала Богу и начала молиться об этом. Господи, если ты хочешь, чтобы я туда поехала, я этот вопрос отдаю тебе, этот сложный вопрос я отдаю тебе. У меня оставалось три месяца, чтобы хотя бы как-то выучить английский язык, хотя бы алфавит, потому что в школе я изучала немецкий язык. Когда закончились три месяца, мы улетели в Индию. И в моем сердце была полная уверенность, что с языком проблем не будет. Когда мы прилетели к детям, мы начали знакомиться с ними, мы начали заниматься с ними. Мы поняли, что не прошло и месяца, а мы уже можем дружить с детьми и понимать их. Моя семья, мои друзья и люди, которые молились о моем служении в Индии, увидели большой прогресс в говорении на английском языке и в понимании бенгальского. Дух Святой помог мне за очень короткое время выучить английский язык и понимать бенгальский. Это настоящее чудо. Он дал мне смелость говорить с людьми об Иисусе Христе, убрал у меня всякий стыд и страх. Ребята, я желаю вам всем сердцем любить Бога и доверять Святому Духу. И Он всегда вам поможет. Ребята, а вам понравилось в гостях? Да, очень. Вика говорила, что Ей помогал Дух Святой. А кто это такой? Хорошо, что ты задал такой очень важный вопрос. Бог имеет три личности. Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух Святой. Вот у нас есть стакан. Что там лежит? Лед. Правильно, кубики льда. А если мы посидим немного, что произойдет? Превратится в воду. Верно, лед превратится в воду. А если мы возьмем эту же воду, перельем в чайник и поставим на огонь? Превратится в пар. Верно. В любом состоянии, твердом, жидком или виде пара – это все равно вода. Только в каждом случае она для чего-то служит. Бог имеет три личности. И в каждом из трех личностей он все же остается Богом. Когда Иисус уходил на небо, он пообещал, что не оставит своих учеников. Он пошлет им другого утешителя, который будет помогать, направлять, советовать, как правильно поступать. Иисус исполнил свое обещание. В день Песятницы Дух Святой сошел на учеников и с тех пор пребывает на земле с теми, кто любит Бог и верно служит Ему. В Библии описано много историй, где Дух Святой совершал великие чудеса в жизни людей, которые доверяли Ему. Ребята, а вы помните истории об исцелении Хромова у Красных Ворот? Я помню. Петр и Иоанн шли к храму. Возле храма сидел Хромой. И он просил мимостей. Он сказал, серебра, золота не имею, но даю то, что есть. Он сказал, во имя Иисуса Христалл, встань и иди. Он встал и пошел. Молодец! Сегодня мы узнаем, что Дух Святой не только исцеляет, но и совершает другие великие чудеса. Что это за чудеса? Вам интересно? Да. Давайте прочитаем об этом в Библии. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме из Саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали. И было число таковых людей около пяти тысяч. Петр и Анн, ученики Иисуса, проповедовали в храме. Их слушало очень много людей. Ведь многие были удивлены тем, что произошло с храмом. И им было очень интересно послушать учеников. Ребята, а у вас есть друзья, которые не ходят в воскресную школу? Да, есть. А сложно ли им рассказывать об Иисусе? Да. А всегда ли они верят тому, что вы им говорите? Нет, не всегда. Да, к сожалению, так бывает, что взрослые дети не всегда верят словам об Иисусе. Но в нашей истории произошло все наоборот. Целых пять тысяч человек одновременно поверили словам Петра и приняли Иисуса. Посмотрите, что у меня есть. Давайте представим, что одна фасолинка – это один человек. Знаете, сколько будет пять тысяч? Представляете, какое чудо может сделать Дух Святой? Он может изменить не только одного человека, а сразу пять тысяч человек одновременно. Если мы будем говорить слова, которые записаны в Библии, мы будем говорить слова самого Бога. Ведь Библию, Слово Божье, называют живым Словом. Дух Святой совершает чудеса сердцами людей, когда они слышат Слово Божье. Люди меняются. По-другому выглядят? Нет, меняется не их лицо, а мысли, поступки. Дух Святой побуждает каждого человека искренне покаяться в своих грехах и принять Господа своим Спасителем. Сердечко меняется. И после этого человеку хочется радовать своей жизнью Господа. Поэтому он читает Библию и старается жить так, как там написано. Ребята, пусть Дух Святой меняет ваши сердечки. На другой день снова собрались начальники, книжники, предсвященники. Они привели Петра с Иоанном, ставили посередине и потребовали ответа. Им было важно знать, какую силу они исцелили Хромова. Давайте прочитаем дальше, что тут написано. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им. Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Петр и Иоанн, ученики Иисуса, были простыми людьми. Они были рыбаками и не учились у известных людей. Им было очень непросто стоять перед такими умными людьми. Перед книжниками и старейшинами. Книжники – это были люди, которые изучали закон Божий. В то время Библии еще не было, и Слово Божье переписывали на свитках. Каждый раз, когда вы не знаете, как поступить правильно, вы можете обращаться за помощью к Духу Святому. Возможно, вы вспомните стихи из Библии, а может, пример библейской истории. Возможно, вспомните слова родителей, или же учителя воскресной школы. У Духа Святого есть много возможностей, как научить нас, что говорить и как отвечать. В самых сложных и опасных ситуациях Дух Святой всегда рядом и готов помочь. Ученики отправились к своим друзьям и рассказали, что с ними произошло, и вместе они прославили Бога такими словами. Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал духом святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе семна святого сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына Твоего Иисуса. Эта молитва немного сложная, просто в то время люди говорили именно так. Дух Святой помогает молиться, Он дает правильные, нужные слова, которые славят Господа. Может даже произойти землетрясение, когда собирается много людей и исполняется Духом Святым. Это и произошло с учениками Христа. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. А что такое с дерзновением? Это значит, говорить смело и ничего не бояться. Когда мы откладываем свои игры и больше времени проводим молитвы с Богом, Дух Святой будет посылать нам дерзновение и смелость говорить то, что хочет Бог. Сегодня мы вспоминали историю об исцелении Хромова у Красных Ворот. В нашей истории об апостолах мы узнали не только о чуде, где человек болел, а потом выздоровел, но и о других чудесах. Дух Святой совершает чудеса сердцами людей. Дух Святой дает смелость и силу говорить о Христе. Дух Святой наполняет силой, радостью и миром молящихся людей. Для того, чтобы узнать золотой стих нашего урока, вам нужно собрать конструктор. давайте посмотрим, что у нас получилось и проверим в Библии. Исполнились все Духа Святого и говорили слово Божье в терзновении деяние 4.31 Исполнились все Духа Святого и говорили слово Божье в терзновении деяние 4.31 Ребята, давайте теперь вместе с вами повторим еще раз золотой стих. Теперь мы с вами знаем, как Дух Святой действует в жизни людей. Давайте теперь на примере мальчика Саши посмотрим, как Дух Святой действовал в его жизни. Саша каждое воскресенье ходит в воскресную школу. Там ему очень нравится слушать библейские истории. Однажды с Сашей произошла такая история. Его старшему брату подарили машинку на пульте управления и он разрешил поиграть с Сашей. Но во время игры Саша случайно ее сломал. Дух Святой подсказывал сердечки у Саши, чтобы он признался. И Саша решил сказать правду. Паша, что хотел Дух Святой от Саши? Чтобы он сказал правду. Верно. Дух Святой наполнил сердце Саши. Сашина мама заболела. У нее поднялась высокая температура. Саша пошел в комнату и стал молиться об исцелении мам. Через некоторое время маме стало намного лучше. Кристина, кто напомнил Саше, что нужно помолиться? Дух Святой. Дух Святой наполнил снова сердце мальчика. Когда Саша наполнен Духом Святым, грех не имеет силу, потому что Дух Святой помогает Саше как правильно поступать и не грешить. Ребята, а какие чудеса Дух Святой совершил в вашей жизни? Дух Святой изменил мое сердечко, когда я приняла Иисуса. Дух Святой дает радость, когда я молюсь. Дух Святой дает мне силы, рассказывать моим друзьям о Иисусе Христе. Предлагаю сейчас помолиться. Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты изменил наши сердца. Дай нам смелость говорить о Христе. Научи нас правильно молиться и понимать Слово Божье. Мы доверяем Тебе свою жизнь. Аминь. Для того, чтобы лучше запомнить урок, я предлагаю тебе сделать вот такую яркую ветряную мельницу, которую ты сможешь сделать дома сам. дом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok